День Победы И чествуем тех, кто выжил, пройдя победный путь в 1418 дней и ночей Великой Отечественной войны. Приближается главное событие юбилейных торжеств, посвященных 60-летию Победы. Военный парад на Красной площади. О нем мы, Игорь Кириллов и Анна Шатилова, будем рассказывать в прямом эфире. Вместе с нами трансляцию будут вести Екатерина Андреева и Сергей Брилев. И прежде всего в этот день мы поздравляем и благодарим наших дорогих ветеранов. Спасибо вам. До начала парада остается еще несколько минут. И вот что сейчас происходит на Красной площади. Свыше 5000 ветеранов станут сегодня участниками юбилейного парада. Нынешнее праздничное шествие будет необычным. 2600 фронтовиков проедут по Красной площади на грузовиках. И еще 2500 будут наблюдать за парадом с гостевых трибун. Многие пришли сегодня на этот праздник вместе с внуками и правнуками. На трибунах и лидеры более 50 государств, приглашенных в Москву на торжества в честь Дня Победы. Здесь и участники вчерашнего саммита Содружества независимого государства, и гости из дальнего зарубежья. Но главное, все они сидят вместе с ветеранами на тех же трибунах. Те, кто следил за нашей трансляцией, видели, как в последний час буквально каждую минуту в Кремль подъезжали лидеры иностранных государств. Вот сейчас через Пасскую башню, они через Паские ворота, они будут выходить на трибуны и присоединяться к ветеранам из всех регионов России, из стран ближнего и дальнего зарубежья. Из Калуги в Москву приехал полковник в отставке Александр Дмитриевич Сгиднов. Ну а в современной части парада участвуют более 7 тысяч сегодняшних солдат и офицеров, которые представляют и учебные заведения, и воинские части. А затем свое мастерство покажут русские витязи и стрижи. Это признанные во всем мире ас и пилоты знаменитых авиагрупп. По традиции завершит парад песня «День Победы». В этот день мы чествуем тех, кто завоевал великую победу, и вспоминаем тех, кто не дожил до нее. Более 50 миллионов жизней унесла эта война. Выходит Владимир Путин, президент России, и супруга Людмила Путина. Они шествуют вдоль Красной Стены и, насколько нам известно, займут свои места на центральной трибуне по центру Красной площади. Вы видите, как главу российского государства приветствуют военнослужащие, ветераны и его коллеги из стран ближнего и дальнего зарубежья, которые в эти дни приехали в Москву. Хотелось отметить особо, что борьба с фашизмом и победа над ним впервые в истории объединила государство с разными политическими системами. 56 стран выступили вместе перед лицом небывалой общей угрозы. Победить можно было только сообщать. И важным вкладом стала военная и экономическая помощь, которую оказывали Советскому Союзу Соединенные Штаты, великобретение сопротивления. Партизанские отряды действовали в Югославии, Греции, Албании, Польше, Франции, Норвегии и других странах. И посланцы этих стран сейчас на трибунах, и они приветствуют президента России и главнокомандующего вооруженными силами. А помню только, что судьба всей планеты решалась на полях сражений именно Великой Отечественной. Именно поэтому сегодня Москва стала центром всемирных торжеств. Против нашей страны, против нас противник бросил тогда основные свои силы. И здесь же он понес самые большие четыре германские колонии. Были у гитровцев и планы уничтожить население, нас они считали недочеловеками, хотели превратить в рабов. Но эти планы провалились. Те, кто отстоял независимость Отечества, сегодня здесь, на Красной площади, вы видите, как сейчас ветераны вооруженных сил, ветераны Великой Отечественной приветствуют президента. Итак, главные гости сегодняшнего праздника сегодня ветераны. Они на гостевых трибунах. Там же занимают места лидеры зарубежных государств, политики, которые приглашены в Москву. Трибуны уже практически заполнены. Все готово к началу главного события юбилейных торжеств в честь 60-летия Великой Победы. Вы видите, что соседом Владимира Путина на трибуне оказался президент Соединенных Штатов Джордж Буш. Напомню, российских и советских военачальников. Вот, в частности, мы сейчас видели маршала Соколова. На ваших экранах президент Франции, Жак Ширак, который сидит по правую руку от президента. Но главные участники сегодняшних торжеств, естественно, это, с позволения сказать, даже не президенты и премьеры. Это ветераны Великой Отечественной войны. Вот, например, сейчас вместе с президентами, вернее, президентом Александрович Никитин. Он приехал на парад в Москву из Бурятии. Ушел на фронт, едва окончив 7 классов. И уже через некоторое время в составе одной из пехотных частей участвовал в прорыве блокады Ленинграда. Затем попал на Прибалтийский и позже на второй Белорусский фронт. В его составе прошел Украину, Белоруссию. И сегодня на Красной площади сотни и тысячи ветеранов с такими удивительными судьбами. Им мы обязаны своим освобождением, своей независимостью. В эфире федеральный канал «Красная площадь». В эфире федеральных каналов «Красная площадь». В эфире федеральных каналов «Красная площадь». От Знамя Победы! Верно! Для встречи слева! На кратку! В исполнении сводного военного оркестра Московского гарнизона звучит встречный марш. В его основе знаменитый марш Преображенского полка «Петровская эпоха». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова